Приветствую вас, Анна, могу вам с уверенностью сказать, что вы не готовы пока жить с молодым человеком, и не готовы к преодолению трудностей, потому что вы сомневаетесь. И ваши сомнения, они в достаточной степени являются обоснованными. Но вместе с тем, что сомнения являются в достаточной степени обоснованными, вместе с этим есть и проблема. Проблема того, что своими сомнениями, то что у вас сомнения, по сути вы демонстрируете наличие противоречий определенных, понимаете? И эти противоречия, они касаются именно вас. Какие это противоречия сейчас сказать сложно, потому что нет полной уверенности в том, что, ну, что это будет правда, да, но могу сказать совершенно точно, что, к примеру, вы выбираете мужчин, мягко говоря, мягко говоря, ведущих себя как дети. То есть это первый ваш муж, хотя он помогает, но он не зарабатывал, не желал решать семейные проблемы, да. То есть такой ребенок, инфантильный человек. Вы со вторым мужчиной тоже выглядите, ну, в большей степени, наверное, вы выглядите как родитель по отношению к своему мужчине. Вот. И это тоже вопрос к вам, да? Все объясняется довольно легко, тем, что вы педагог, тем, что вы, вообще говоря, выступаете родителем. С одной стороны. С одной стороны. С другой стороны, вашей дочери 6 лет, вы, получается, стали мамой в 18 лет, достаточно рано. И выходит так, что у вас очень сильно смешано, с одной стороны, сильное родительское начало. А с другой стороны, достаточно сильное, такая вот, потребностно бульдарская стора. И это, конечно, не может, как-то вот, не наносить, скажем так, определенный отпечаток на вас. Это не может не влиять на вас. Другой вопрос, что это противоречие необходимо разрешить. Потому что, в противном случае, оно будет вам очень, очень сильно мешать. И не будет позволять вам быть свободной в отношениях. Не будет позволять вам быть свободной. Это, конечно, мне видится в серьезные проблемы. Так вот, вы никогда не поймете, что вы готовы до тех пор, пока у вас будут сомнения. Сомнения, в свою очередь, будут, это противоречие. Противоречие же, в свою очередь, будет из-за внутренней борьбы, которая ведется внутри вашей личности. И вот с этой борьбой вам нужно помочь. Условно говоря, просто расценить. Да? Расценить, кто вообще, ну, кто есть кто. Да? Вот. И, соответственно, дальше уже что-то делать. То есть, видите, вы достаточно пассивно здесь выступаете, да? То есть, в принципе, возможно понять, почему вы пассивно выступаете. Вы опасаетесь, да? Но вопрос в том, чего вы боитесь? Вы говорите, я боюсь привязаться к ребенку. Потому что потом она может забрать его. Но все равно тут, простите, все равно тут боюсь привязаться к ребенку. Вы меня немножко извините, да? Но это как боюсь привязаться к ребенку? Что ж, ну как это? Я хочу понять. Да? Вот. Что вы имеете в виду? Я говорю, что боитесь привязаться к ребенку. Вот. Вам будет больно. Вы будете переживать. Или что? Вот. 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 Ну, это, ну, я, на мой платок нужно переследовать, да? Потому что, ну, ситуация достаточно, ну, такая, достаточно серьезная. Вот. Да, собственно, важная ситуация. Вот. Понимаете, о чем я буду говорить? Я надеюсь. То же, вы говорите, боюсь не справлюсь, потому что два ребенка будет у меня. Нагрузка большая будет. Ну, так, а, извините, опять, да, с одной стороны, вы вроде правы. С одной стороны. Но с другой стороны, с другой стороны, а что вам мешает сказать нет? Что нет, я этого делать не буду. Нет, я этого делать, к примеру, не могу. Или нет, я этого делать, к примеру, не хочу. Да? Кто мешает? Или что мешает? Очевидно, что это мешает. Раз, этого с нами не говорить. Вот и вопрос, как в таком случае, наверняка. Так в чем же я? Проблема. Значит, дальше. Я боюсь, что могут поменяться мои жизненные ценности, потому что мне всего 24 года, а сейчас они семья и саморазвитие. А также проблемы из забывших родственников. Ну, не очень понятно, кто вы имеете в виду из забывших родственников. Здесь, мне кажется, основное, самое то, что бросается в глаза, это личная граница. Да? Так, не умею отгранировать, что я делаю, а что нет, не умею ставить других людей перед фактом. Боюсь обидеть. Считаю, что могу обидеть. Это типичная родительская позиция. Что касается ценностей семья и саморазвития, я боюсь, что одной из ценностей является ложной, а именно семья. У меня не может быть ценностью, потому что семья это то, что касается других людей. Вот. У меня не может быть ценностью, что это касается других людей, а вот саморазвития, да. Вот. И на самом деле вас подводят здесь то, что вы считаете семью ценностью. Вот. Тогда вот и всё. Вот. В принципе, то, что я могу вам сказать. Разобраться в себе, да? Да, и по поводу ценностей. Всё. Момент важный. Ага, по поводу ценностей. Вы говорите, что я боюсь, что мои жизненные ценности поменяются. Почему они должны поменяться? Вследствие чего и из-за чего они должны поменяться? Это важный момент, на самом деле. Вот. То, что я могу вам сказать, если бы я не уверен, не уверен в своих, ну, в своих ценностях сам, вот. Ну, можно помочь вам с ними разобраться. Вот. Ну, примерно так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok